Дорогие друзья, братья и сестры, у меня для вас есть важная информация. Я прошу вас данный ролик просмотреть от начала до конца и обязательно выслать его всем своим друзьям и знакомым, которые в той или иной степени следят за ситуацией вокруг Средневральского женского монастыря. Вчера после того, как на моем канале было опубликовано две видеозаписи, на одной из которых Схигумен Митрофан вражает свою поддержку Схигумена Сергею Романову в обличении им еретиков и экуминистов и оскольников внутри Русской Православной Церкви, а также рассказывает о том, как церковная администрация все более отдаляется от верующих людей. На втором видеоролике уже сам отец Сергий обличает очередную ложь представителей Екатеринбургской епархии касательно обучения детей на территории Средневральского женского монастыря, в попытку очередной раз манипулировать мнением общественности и средством массовой информации со стороны епархиальных структур таким образом. Также рассказывает о том, как в свое время была обобрана, ограблена, по сути, икона святых царственных мучеников, с которой в большом количестве были сняты золото, платина, драгоценные камни. После этого на мой YouTube-канал и мои социальные сети была произведена, по сути, хакерская атака. Была попытка взлома электронных ящиков, аккаунтов в социальных сетях. Я это, конечно же, расцениваю только как страх за то, что информация, правдивая информация о бесчинствах, грабежах, воровстве, о всей той грязи, которая творится под прикрытием священнических санов внутри Екатеринбургской епархии и Московской патриархии, выйдет наружу о том, что люди узнают об этом. И поэтому, конечно же, я думаю, что сейчас имеющие необходимые познания в сфере интернета около церковной полукриминальной группировки делают все, чтобы пытаться заткнуть нас, пытаться не дать нам донести правду до верующих людей и в целом до гражданской общественности, до средств массовой информации. Поэтому я хочу заявить о том, что в ближайшее время, конечно же, будут созданы определенные дублирующие площадки в социальных сетях, дабы им не удалось все-таки предотвратить попадание правды в открытые источники. Также сейчас создан телеграм-канал мой личный, Всеволод Могучев. Сейчас вы видите ссылку на экране, и ссылка есть также в описании к данному видео. Я прошу вас обязательно подписаться на этот телеграм-канал. На нем я также буду по возможности оперативно публиковать информацию касательно ситуации вокруг Средневральского женского монастыря и с Хигумина Сергея Романова. Также я бы хотел ответить на, наверное, самый часто задаваемый вопрос со стороны зрителей YouTube-канала. Вопрос, который адресуется мне в социальных сетях, в ВКонтакте, в сообщениях на электронную почту, в сообщениях в WhatsApp, касающиеся того, как можно в нынешней ситуации оказать помощь Средневральскому женскому монастырю, отцу Сергию, той информационной деятельности, которую я на своем YouTube-канале осуществляю. Ну, во-первых, я бы хотел попросить вас о молитвах. О молитвах за Средневральский женский монастырь, его прихожан и паломников, за самого Хигумина Сергея Романова, за пожилых людей и онкологически больных людей, которые находятся на содержании у монастыря, за монашествующих, за, в том числе, детей, и их семьи, которые остались без средств к существованию, которые живут, обучаются на территории Средневральского женского монастыря, и которых сейчас пытаются использовать в качестве инструмента оказания давления на Схигумина Сергея Романова, представители светской церковной власти, что я считаю абсолютно аморальным и бездуховным с их стороны. Также я бы хотел ответить тем, кто предлагает выслать 10, 20, 30 тысяч рублей в качестве материальной поддержки. Я прошу вас потратить эти деньги на то, чтобы помочь ближним, помогите людям, которые живут сейчас возле вас. Мы все оказались в достаточно непростой ситуации. Сейчас очень многие люди лишились работы. Я прошу вас помочь семьям, которым необходимо сейчас собрать детей в школу, тем людям, кто сейчас не могут себе позволить купить продукты питания. Помогите пожилым людям, которые не могут купить себе необходимые лекарства, которые проживают возле вас. Помогите ближним. Как помочь YouTube-каналу, на котором вы как раз таки сейчас смотрите данное видео? Во-первых, я знаю, что очень многие смотрят видеозаписи, не будучи подписчиками канала. Если вы еще не подписчик канала, обязательно на него подпишитесь и поставьте колокольчик, получать все уведомления. Это крайне важно для статистики YouTube-канала. Если вы не успеваете досмотреть ту или иную видеозапись, не выключайте ее, а ставьте на беззвучный режим ее поигрывания устройством. Это влияет на статистику видеозаписи и, соответственно, на количество выдачи ее в качестве рекомендаций другим пользователям YouTube. Также обязательно ставьте лайки или, если вам что-то сильно не понравилось, дизлайки под видеозаписями. Пишите комментарии не 2-3 смайлика или 2-3 символа, а 2-3 строчки хотя бы, потому что короткие комментарии, опять же, не учитываются YouTube и не помогают видео подниматься наверх. Ну и, соответственно, публикуйте ссылки на видеозаписи канала и ссылки на сам YouTube-канал в своих личных социальных сетях. Если можете, вышлите своим близким, друзьям, знакомым хотя бы 10-15 каким-то своим контактам ссылки на видеозаписи на YouTube-канал. Тем, кому интересна тема ситуации вокруг Среднуральского женского монастыря, и вокруг в целом русской православной церкви, внутри русской православной церкви, которая сейчас складывается. Пусть люди ознакомятся с той информацией, которая здесь публикуется. А закончить я бы хотел той фразой, которую я заканчивал в выпуске своих передач на телеканале Крик ТВ. А на этом у нас на сегодня все. Все обязательно будет хорошо, наши дорогие зрители. Даже не сомневайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok